Сайдефикс Всем привет! Сайдефикс продолжает торжественно нести свой олимпийский огонь процедурализма и радует наши сердца все новыми, более совершенными инструментами груминга. Всем привет! Сайдефикс проводит олимпийский огонь процедурализм и делает нас счастливыми с новыми инструментами груминга. Я не хочу преувеличивать достоинства разработчиков Сайдефикс. Всем и так известно, что это гениальные ребята. Поэтому я скажу просто, с появлением инструментов груминга в Пире Птицы Гудини устанавливает совершенно новый стандарт, до которого другим программам существующим на сегодняшний день на рынке уже не дотянуться никогда. Итак, с этими новыми инструментами груминга и петлями, есть новый стандарт, который другие софт разработчиков не может достигнуть никогда, Андрей Белевс? Это новый стандарт, когда полностью стирается грань между грумингом и симуляцией. И, кстати, на уровне Рига тоже сейчас происходят очень важные вещи, которые значительно упрощают нам жизнь. Теперь груминг и симуляция это такой неразрывный процесс, который позволяет носить изменения на любой стадии, даже на самой финальной стадии производства, без каких-то значительных проблем. с потерей времени. Итак, груминг сейчас, это процесс, где можно добавить какие-то изменения, даже в начале процесса, и ничего не будет дурастично изменять или уничтожить в конце. Алгоритм действий построения сети груминга в Гудине просто легок и элегантен. Конечно, для человека, который немножко погружен в процедурный моделинг в Гудине. На примере вот этого вот тукана я постараюсь показать основные этапы построения этой цепи, этой сети. Итак, груминг процесс очень простой, очень интуитивный, очень элегантен. Конечно, если вы знаете какие-то базы, как работать в Гудине, то это будет очень простой для вас. На уровне геометрии этот проект выглядит вот так. Это только сеть груминга. Симуляция и деформация будет ниже по цепи после этой ноды. Это не будет подробный туториал по каждой ноде, потому что время у нас довольно ограниченное. Это будет больше о том, как бы об основных элементах, на которых надо заострить свое внимание, чтобы не запутаться. Презентация mainly about main elements, main logic of the grooming process itself. Чтобы создать такую сеть, в которой можно будет вносить изменения по желанию заказчика легко и непринужденно. Итак, это то, что вы можете вносить любые желания клиентов, без небольшой обеспечения. Так что все в этой ноде вы можете использовать для вашей работы. На самом деле тут довольно много нод сейчас, но важно выделить просто несколько основных этапов. Первый этап... Первый этап это создание направляющих, потом... Потом мы создаем перья на вот этом вот этапе. И все, что внизу, это просто рандомизация. И есть отдельная ветка, это вот это вот. Это создание больших перьев на крыле и на хвосте. Я подписал каждый этап специально, чтобы вы не запутались потом, когда будете смотреть этот... Как обычно, я начинаю этот проект с того, что подгружаю сцену базовую геометрию птицы с уже готовой топологией, готовыми координатами. Также желательно, чтобы текстуры уже тоже были нарисованы, так как это важно. Ну, открытые участки птицы, такие как клюв, глаза и лапы, они тоже влияют на внешний вид птицы, поэтому желательно, чтобы текстуры уже были. Не обязательно, но желательно. Андрюй начался его работой с обложением геометрией, с UV, с текстурами. И очень важно иметь текстуры для части, которые не повредены птицами, как бек, очки, головы и ноги. Всем известно, что птицы произошли от птеродактилей, так что вот берем птеродактиля и пытаемся сделать из нее птицу. Это мой сын мне рассказал. Еще надо позаботиться, еще нам понадобится прокси-геометрия перьев, она у вас, скорее всего, уже будет, потому что птичку до вас кто-то моделил, эту модельку показывали заказчику, что-то утверждалось. А без прокси-геометрии показать птичку заказчику очень затруднительно. Возможно, вам придется сделать ретопологию, для этого у вас есть прекрасная нода. Это топобилд, который вы можете воспользоваться для того, чтобы уменьшить количество полигонов на прокси-геометрии. Это на самом деле прекрасная идея, использовать прокси-геометрию для создания общего объема перьев птицы. Это помогает нам редуцировать огромное количество времени потраченного на рутинную работу. Конкретно в этом проекте я разделил прокси-геометрию на две части, это черные перья и белые перья. Это не обязательно должно быть так, просто в этом проекте было удобнее сделать таким образом. Итак, первый этап это создание направляющих для перьев. Для этого я использую гайп-грум. Что тут важно отметить, что я не рисую абсолютно все перья. То есть на этом этапе не создаются все перья. Я делаю какое-то минимальное, необходимое количество направляющих для того, чтобы обозначить длину направляющих на разных участках птицы, для того, чтобы обозначить их кривизну и направление. Значит, почему я создаю сначала минимальное количество направляющих? Ну, просто потому, что их проще таким образом причесывать, проще с ними работать. Когда у вас на поверхности очень много кривых, это довольно сложно ими манипулировать. После того, как я создаю минимальное количество кривых, я потом использую хайр-генерейт для того, чтобы создать уже необходимое мне количество направляющих. Вот тут по параметру density можно просто регулировать, играться с этим параметром density, чтобы найти необходимое вам количество направляющих. То есть я получаю вот такую счастливую возможность в процессе груминга менять количество перьев, если это необходимо. Это на самом деле очень крутая возможность, к которой очень быстро привыкаешь. Итак, у меня их тут две ноды хайр-грум, одна нода для черных перьев, другая для белых перьев. И таким образом я играю с количеством черных и белых перьев по отдельности. So, as you see, Andrew has two hair-грум notes here, one for black feathers, one for white feathers. И есть еще небольшой setup для того, чтобы создать вот тут вот на верхней части головы перьев. And a little branch for those feathers that are here on top of the head. Просто в данном проекте очень важно было создать направляющие с необходимой длиной, необходимое количество. Тут надо было удобнее поработать отдельно. So, specifically in this bird, it was more convenient to work with separate feathers, especially in this area. У вас этого может быть и не быть. So, this is just optional. So, in your bird, you could have not this part. И вот я соединяю эти три потока направляющих в один и получаю такое вот уже, как бы, необходимое мне количество направляющих, которые растут в нужных мне зонах, которые не пересекаются между собой, которые практически уложены. То есть они, как бы, here I'm merging all three of these separate branches into one, and now I have, like, final guides for all the birds, for the whole bird. Все это делается вот тут вот в первой зоне, в первом вот этом нетбоксе. Надо отметить, что на этом этапе общий объем перьев я контролирую на глаз. Если вы посмотрите, вот тут вот прокси-геометрия, в которую не всегда попадают эти перья. То есть небольшая погрешность, плюс-минус один сантиметр на больших перьях, это не важно. Ниже по сети мы воспользуемся специальной нодой, которая очень точно подгонит наши перья под объем прокси-геометрии. И в дальнейшем мы будем не раз возвращаться к прокси-геометрии, чтобы ее немножко подскульптить, придать ей оптимальный контур, оптимальный силуэт. И позже Эндрю всегда будет скалпить прокси-геометрию немного здесь и там, чтобы создать финальный формат. Ну и мы, сеть построена таким образом, что мы спокойно всегда возвращаемся к хайер-генерейт, чтобы изменить количество перьев или гуайд-грум, чтобы немножко изменить их направление. То есть мы специально сохраняем возможность себе изменять сеть в любом месте. Следующий этап – это генерация перьев по этим направляющим. Выделено таким серым нетбоксом. Тут есть несколько условий, совокупность которых в итоге на выходе нам дает уже готовые, близкие к финалу перья, которые мы ниже по сети. То есть туда мы просто рандомизируем. На самом деле в этом месте находятся три очень крутых ноды, которые последовательно сначала создают перья, потом укладывают их в нужном порядке, потом заботятся о том, чтобы они не пересекались. Именно тут, на мой взгляд, раскрывается невероятным образом вся мощь процедурного подхода к гудению. Значит, последовательно сначала создают, потом укладывают. И потом пересекаются. По сути машина все делает за нас. Мы просто сидим рядом с компьютером и балуемся. Итак, первый оператор это Facer Template Interpolate, который создает перья, используя направляющие, которые мы уже создали ранее. Каждая направляющая, это как бы сердцевина пера, которые, как бы, на эти направляющие... So each guide, that we previously created, now is the middle, the core of the feather. Facer Template Interpolate, он использует темплейтные перья, которые были созданы мной ранее. О том, как создавать темплейтные перья я рассказывать сейчас не буду. Об этом очень много уже рассказано на официальном канале YouTube, на официальном канале SideFX. So you can watch official tutorial about how to create those feathers on SideFX channel, so Andrew will not touch this topic. Значит, чтобы правильно сориентировать перья по телу птицы, чтобы они лежали, как бы, параллельно телу птицы. To properly align feathers along the body. Мы просто используем нормаль, которая... Вот в этом месте мы копируем нормаль. And you just copy normal from the... From the proxy geometry. From the proxy geometry. Вот. Потом из этой нормали создается quaternion в этом месте, и... Then we create a quaternion from that normal. И quaternion уже подхватывается... And then feed it to this feather template interpolate node. Вот, и правильно располагает. And this node, like, just plays the feathers... То есть мы не возимся с каждым пером, там, на глазок, а мы не пытаемся как-то... So you are not touching each and every feather to somehow put it along the surface. It works automatically. Алгоритм это делает все за нас. Значит... Едем дальше, да. Следующий важный оператор — это feather surface blend. The next very important note — it's further surface blend. На его четвертый вход, вот сюда... On the first enter... Подается... Proxy geometry. We are given proxy geometry. Именно тут укладываются наши перья в соответствии с силуэтом proxy geometry. So even... This is that specific node that... Like, fill the proxy geometry with feathers. Precisely. Перья, как бы, заполняет весь внутренний объем proxy geometry. Избавляя нас, как бы, от необходимости, опять-таки, мануально все подгонять вручную. So yeah, this node just fills the proxy geometry, so we do manually nothing. Тут, для того, чтобы подскульптить немножко proxy geometry, я использовал ноды edit. Теперь у вас есть крутая нода скульпта, которую рассказывала Фиана. So, right here I used edit node to sculpt the proxy geometry, but after the yesterday presentation we have a sculpt node, so you can use a sculpt node here. I mean, starting from 20.5. И третий очень важный оператор, это Fessor's D-intersect, алгоритм которого заточен на то, чтобы исправить пересечения, если такие существуют на перьях. В общем, вот эти три оператора делают за нас практически всю работу. These three operators do everything instead of us. Все остальное, это просто маски какие-то, ну, то есть дополнительные действия, которые нужны для подготовки действия вот этих вот трех операторов. So all the nodes that you see here is just masks or other actions that you need to just feed inputs to these three operators. I don't know if you can see. I don't know if you can see. Обратите внимание, что на данном этапе используются перья, тут вот видно, что они не очень плотные, с очень маленьким количеством барб, то есть на этом этапе геометрии в потоке очень мало, чтобы с этим можно было комфортно работать. При желании геометрию перьев можно визуализировать как плоскости, используя ноду Feathers Visualize. So you can use Feather Visualize note to just visualize every feather, not like with Feather With barbs, but as a planes. Следующие два этапа это Feather Wides и Feather Resample. Next two stages, I will use Feather With and Feather Resample notes. Вот они находятся, я их подписал. Все, что находится над ними, это просто создание масок, создание дополнительных условий для того, чтобы эти две составляющих, то есть толщину и количество барб, можно было достаточно хорошо рандомизировать. So everything on top of these two nodes is just masks and preparation work to feed these two nodes to control amount of barbs and so on. То есть вот это вот важно, а все, что перед этим, это просто подготовка. So very important, those circled notes, everything else is just preparation. Значит, Wides и Resample обычно настраиваются одновременно, потому что это взаимозависимые друг от друга составляющие. These two nodes, they are very interconnected, so you always tune them together. So for randomization in featherwills, I'm using these attributes? Ну, которые, как бы, там, путем простой, вернее, математики школьной, как бы, я использую различные маски, я там достаточно имею возможность достаточно круто это все рандомизировать. То же самое и с Resample. The same with Resample. По которому мы рандомизируем. Следующий этап, это barb randomization. The next stage is barb randomization. На самом деле, тут две ноды, на которые надо обратить внимание. Only two important nodes here. Это feather clump и feather noise. Feather clump and feather nose. Тут все, как обычно, в обычном груминге. everything, like in normal grooming. Как если бы вы грумили, там, прическу какого-то персонажа. So the same as for hairstyle of any character. В данном случае feather noise я использовал три раза. So, Andrew used feather noise three times. Для того, чтобы, просто, достаточно хорошо рандомизировать в разных, для разных участков тело птички. For different parts of the body, just to get different randomization. И последний, заключительный этап это цвет. The color. На самом деле, этого этапа вообще, может, в сети моделинга и не быть. Вы можете назначить цвет на перья птицы, уже на уровне шейдинга. So you can just avoid this stage and just apply color on the shading stage. То есть, используя текстуры. Just using textures. No, в данном случае, мне просто показалось более удобным поработать тут на уровне моделинга, как бы, назначить цвет на геометрию. But Andrew decided to apply color on this geometry stage. Вы можете использовать как вариант с вексом, так и вариант с текстурами на уровне шейдинга. Да. So you can use or wax or textures. It doesn't matter. Да. Тут надо сказать, что все, что находится после создания, после того, как мы создали перья, да, вот все, что находится ниже. Everything that you see below this feather creation gray box. То есть, толщина, рандомизация и цвет. Like width, randomization and color. Вещи очень взаимозависимые и несмотря на то, что они тут расположены последовательно, на самом деле все это создается одновременно. So even if you see it like one after each other, you create this everything like together in one moment. И мы просто бегаем то туда, то сюда, как бы, создавая дополнительные условия, пытаясь, как бы, уравновесить баланс весов, да, как бы, придать, найти тот оптимальный баланс, который передает общее очертание нашей птички, общий образ нашей птички. And you run back and forth between these nodes that below grey box to to like create the balance of the bird, of the, like, look of the bird. And you have to always check this on render. Because this is very important. And you have to always check this on render. Because this is very important. because буквально недавно на официальном канале YouTube на официальном канале SideFX вышли очень крутые уроки по шейдингу волос, которые прямо можно проецировать на нашу ситуацию. So Andrew will skip this part too. Because recently a new tutorial about grooming, not grooming, but shading of hairs was published on SideFX channel and you can just straight apply those knowledge from hair to feathers. In general, I highly recommend them. And of course, you can just take this scene and use the of the settings, which I have already made. Andrew recommended if you want to know everything deeply to watch that YouTube tutorial, but you can also take just this scene and investigate what Andrew set up there. Let's now back to the big feathers of wings and tail. Now we are coming back to the big feathers of wings and tail. in this different branch. branch. There is different color, randomization and white, which I will not talk about because I just told you about it. We have almost the same color, randomization and width on top, but Andrew will not touch this because he... on top, we have two nodes, that... exactly in these nodes, we are creating big feathers of winds and the tail. subnetworks and subnetworks let's see what there is inside these subnetworks. This is two subnetworks, so let's jump in. I think I think in the future you can make a different instrument. So you can... not you, but maybe guys from SideFX could create a separate tool based on this... on this network, subnetwork. So you see here two, five groups of feathers, so basically what you see one, two, three, four, five, it's all the same notes just for different feathers. So Andrew is not doing every feather unique, he is doing only, like, as you see here, five different types, because two, two neighbor feathers, they are very, very similar. So here. Here we are using just interpolation here. We are using just interpolation here. In bothyon we are using just interpolation here. For this group for this group созданы всего лишь two pairs. So we have two unique feathers for this entire group. So we have two unique feathers for this entire group. For this entire group. Everything else is just interpolation. Everything else is just interpolation. было видно я специально для вас покрасил разными цветами ну то есть вот как бы деградация цвета тут очень хорошо заметно. Чтобы правильно позиционировать перья на крыле я использовал всего лишь две кривые. Кривая номер один это кривая на которой растут все перья на которой растут перья. И кривая два это куда эти перья смотрят то есть куда они направлены. Таким образом используя только 8 точек я смог правильно спозиционировать абсолютно все перья на крыле. По-моему это очень круто. Не втыкать каждое перо и там смотреть на глазок а правильно ли оно растет а просто использовать какой-то алгоритм который сделает все за нас. На самом деле теперь все что вам нужно как бы чтобы создать там следующий проект с другой птичкой вы просто берете копипастите все что находятся внутри этого нетворка. Создаете две кривые. Подаете их вот сюда вместо этих двух. instead of these two curves. And you have your own feather. Your own win. И восемь-десять темплейтных перьев. And eight to ten template feathers. That's all that you need for creating your own. Ну и может быть немножко адаптируете параметры там внутри сети если птичка допустим будет намного меньше или намного больше. И все и больше вам делать ничего не надо. Вот и все. Груминг готов. So grooming is ready. Можно ли это было сделать как-то по-другому? Да конечно можно. Это ведь Houdini. Тут можно все что нельзя в других 3d пакетах. You can do anything you can do in any other packages. И даже немножко больше. And even a little bit more. Поэтому не бойтесь экспериментировать и удачи вам в ваших будущих цифровых проектах. То есть удачи вам будущие цифровые гении. в цифровой индустрии. So just don't afraid to experiment and good luck future digital genius. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Но, опять же, может быть? Ну, в целом, для всех пернатых работает достаточно хорошо, то есть я уже делал ни один проект с подобным сетапом работы, ничего особо изменять не надо. И вы поняли много других проектов, с этим вопросом. И он всегда использовал это и не изменил ничего? Кольство перьев просто изменяется ресэмплом. Темплейные перья вы заменяете на другие, все работает идеально. Сколько часа, да. Ну, обычно я заказчикам говорю, что будет около месяца, вот учитывая просто фидбэк, которые заказчики дают, что заказчикам надо очень часто подумать. So, Andrew says to the customer that it's month, but it's only because he knows they have to take time to think, to feedback, and so on. Потом у них есть свои какие-то заказчики, с которыми они утверждают. В общем, всегда это связано, задержки по времени всегда связаны именно с той стороной. So, the only time distractions, it's from other sides, not from the time of producing itself. Ну, хорошо, скажите, типа чисто временем. Ну, за две недели вы сделаете точно всю работу, после которой можно общаться с заказчиками. Ну, бывало такое, что за неделю сможешь, спрашивали, я отвечал смогу. Но надо понимать, что вам придется чем-то пожертвовать. То есть вы жертвуете тем, что как бы менее тщательно подходите к созданию птички, и это может финально, как бы ваша птичка может выглядеть не такой красивой, не такой идеальной, как вам хотелось бы, поэтому... Но, конечно, конечно, птичка не будет так perfect. Каждый птичок не будет так много деталей, как когда Андрей spent 2 недели, вместо 1 недели. Так, что это. Да, безусловно. Да, безусловно. Причем новые инструменты в этом очень сильно помогают. Как я сказал уже в начале, по-моему, это довольно революционный подход. Мне кажется, что конкурентов в данном случае у Гудини уже нет. Да, безусловно. Поехали. Я вас darei из-за того, что вы бы можете дотянуться на мусор, что влияет через мусор к wallости и привести это за него. Первое, что связано с риггингом, а также связано с коллизионами, связано с интерпенетрацией между петлями и коллизионами с другими объектами. Чем можно сразу проверять на анимации? Как перья взаимодействует с другими объектами? Да, конечно. Именно это является очень крутой особенностью груминга птиц в Houdini, что вы можете сразу грумить и потом сразу проверить это уже в движении, то есть на симуляции, даже с ригом. Это невероятная особенность, которую другие пакеты вот так вот легко не дают. Это невероятная возможность, которую вы не сможете найти в другом пакете. И ты, получается, можешь без подготовительного этапа прям сразу с таким этапом уже симулировать. В данном случае я рассказал только про груминг, потому что мы ограничены по времени. Я хочу другую, самую первую картинку открыть. Сеть симуляции вы просто пристраиваете вот тут вот ниже, туда по сети. И вы можете даже там, я не знаю, менять направление перьев вот тут. А потом нажать там кнопочку симуляции и посмотреть, и увидеть, что происходит. Не понравилось, опять поднялись наверх, поменяли что-нибудь тут, что-нибудь тут. Опять просимулировали, посмотрели, устраивает, отдаете заказчику. Если оно готово, просто дайте его к клиенту. То есть все делается реально как бы на одном дыхании. То есть нету как вот отдельно груминг, отдельно симуляция, тут отдельно риг, как это обычно делается вот в обычном процессе. Но, конечно, для этого вы должны все это знать. Но на самом деле это очень интересно. И дело в том, что симуляция от моделинга в Houdini очень слабо отличается. По сути своей это один и тот же процесс. Но это очень интересно, что симуляция и груминг в Houdini, и моделинг, это практически один процесс. Поэтому, как бы, зная одно, вы уже немножко знаете о другом. То есть это, ну, осваивается. То есть освоив одно, вы достаточно быстро осваиваете другое. Это не проблема. Если вы наносите на другую часть, вы будете научить другую часть. Немножить на другую часть. Да. Мне кажется.